Добрый день, дорогие друзья! Конечно же, покупка жилой недвижимости, покупка того или иного, скажем так, компонента строительства, который вы хотите приобрести либо в виде новостройки, либо в виде вторичного жилья, это всегда масса хлопот, масса забот и немаловажную роль играет юридическая составляющая. И, конечно же, очень многие сейчас покупают земельные участки. Это касается и Москвы, и Подмосковья. И очень много коттеджных поселков, там, где некие компании берут, скажем так, земельные участки, их режут, грубо говоря, дают им своеобразные индивидуальные кадастровые номера из единого массива, что-то в общую совместную собственность относят, либо в отдельный кадастровый номер выделяют и распродают, скажем так, берут оптом, распродают в розницу. Но очень много, очень много таких было обманов, в том числе и в области, и в Москве, когда люди теряли в совокупности миллиарды рублей на таких сделках. Поэтому, дорогие друзья, нужно очень осторожно относиться к покупке земельных участков, проверять юридическую чистоту, проверять продавца, проверять, а действительным ли образом они выполняют свои обязательства по подводу тех или иных коммуникаций к земельным участкам. Особенно это касается области там, где дороги необходимо подводить и так далее и тому подобное. И вот там, где этого не делается, конечно, с такими товарищами лучше не связываться. А те, кто уже заслужил доверия, и мы их наблюдаем, а у нас есть определенная база квалифицированных продавцов жилья и квалифицированных продавцов земельных участков, которые продают их в полном соответствии с законом. Мы пробиваем их по базам. У нас есть наработки по связям с местными органами власти, которые также сотрудничают и дают информацию по тем или иным продавцам земельных участков. Поэтому, дорогие друзья, на это обращайте внимание. Чтобы не получилась такая ситуация, когда, как говорится, знаете, вот как машины перебивают номера. Вот у нас была такая же ситуация. Ко мне обратился один из... Он тоже юрист и преподает в юридическом вузе. Но, зная о том, что я профессионально занимаюсь этими вопросами именно по земельным участкам, по жилью и так далее, юридическим обслуживанием этих компонентов, он обратился ко мне и очень интересную историю поведал. Мы когда проверили, у нас, мягко говоря, волосы дыбом стояли. Потому что некий коттеджный поселок, элитный, и в нем дома стоят. И у них у всех номера кадастровые, рядом стоящего, реально деревни. То есть, просто перебили их номера и получилось задвоение. Но поскольку этот поселок элитный, неким образом решили вопрос с органами Росреестра и так далее. Чтобы не попадать в такую ситуацию, потому что потом проблемы и с реализацией такого имущества, и вообще оно может быть признано и сделки недействительными и так далее, необходимо все это тщательнейшим образом проверять на юридическую чистоту. И, конечно же, сам статус земель, чтобы не получилось, что вы берете кота в мешке, а потом окажется это земли сельхоз назначения, и вы там не можете даже построить, к примеру, тот же дом. А зачем вам тогда эта земля, если вы там не можете реализовать ее по тому назначению, для которого она приобреталась. Ну и зачастую многие, скажем так, продавая земельные участки, обещают золотые горы, их оснастить и коммуникациями, и канализацией, и подъездной дорогой. Но эти свои обязательства не выполняют, а тем не менее деньги за это берут. Вот для того, чтобы у вас такой ситуации не случилось, конечно же, необходимо и эти моменты тщательно отслеживать. Поэтому, если у вас вот такие вопросы по подбору земельных участков, у нас сейчас новое направление выведено по этим вопросам, и мы, конечно же, этим занимаемся. Если такие вопросы возникают, пожалуйста, обращайтесь. Всегда с удовольствием поможем. Счастливо.